Вот есть у нас хорошие, отличные судьи, а есть такие, которые оставляют желать лучше. Ну и второй момент, это коррупция. Очень много слышу людей, что мы там занесли. Бывали за все эти, грубо говоря, 5 лет, какая-то история все равно со скандальным оттенком, который мы можем рассказать? Ну, конечно же, была. А как только мы начали сам за себя платить, многие люди растворились, потому что для них важна была финансовая составляющая. Хотя там дать тебе 50 гривен за тренировку, либо 100, да? Ну, каждый, кто считает себя хоть как-то футболистом, либо там причастным к этому, он должен себе позволить это. Ну, может и должен. Турнир в девятку. Так. Турнир Викинг Суперлига. Так. Турнир Федерация футзала Киева. Какой для тебя турнир является лучшим и почему? А я тебя тогда еще запомнил. Не потому, что ты был капитан, и не потому, что мы там разыгрывали, кто в начале матча, кто где, какую половину берет, либо матч. Ты оставил на самом деле, не знаю, этого большой след моей жизни футбольной. Ты почесал затылок, сказал. Я не хочу больше, я заканчиваю интервью. Друзья, по традиции, конкурс. Сегодня Александр нам принес очень два крутейших приза. Это вот такая вот пирамидка. Если вы видите, написано аксон. Где находится волшебная бутылочка. И что еще там? Оно еще и светится. Оно еще и светится, между прочим. И там еще кое-что есть. И там еще и есть кое-что. А второй подарок у нас видеорегистратор, который понадобится большинству из вас. Оно еще и светится. Восьмой, восьмой. Восьмой, восьмой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саша, у нас дополнительное время. Будет несколько рубрик. И начнем мы с рубрики «Фоторубрика». Я показываю тебе 7 фотографий разных нефутбольных людей. А ты даешь вкратце им характеристику или что у тебя вызывает. А если их не знаю? А если не знаешь, говоришь. А я их не знаю. И мы им дальше. Замечательный. Поехали. Нестор Шуфруч. Так. С чего вдруг нас ничего не связывает? Какую характеристику? Ну, то, что он умеет, как политик, много трещать языком. Я буду говорить, как есть. Я очень искренний и прямолинейный человек. Если мне нравится человек, говорю, нравится, не нравится, могу промолчать в лучшем случае. Не испытываю к нему никаких симпатий. Никогда не пересекался. То, что он спонсировал клубы Гаверла из Закарпаттии, имеет определенные бизнеса. То, что он там в ОПЗЖ и там есть рупером этой недружественной для меня партии. Я ее не разделяю, не понимаю. Вот. Но оно имеет место быть. Ситуация. Человек есть, как есть. Его как-то там воспринимают он в какой-то конъюнктуре политического процесса, он существует. Но для меня любые люди, которые не строители, имеется в виду, когда они что-то строят, не вкладывают, не развивают что-то, а просто являются исполнительными какими-то моментами, либо как он депутат, это же законодательная форма власти, они для меня в большей степени, вернее, так скажу, к ним очень много вопросов. И я не скажу, что я бы сделал лучше, потому что я не знаю, я там не был с той стороны, но второе образование, которое я получил именно с этой целью и было связано. Я хотел понять с другой стороны, что такое чиновник, почему они так мыслят, почему нельзя, как в бизнесе, когда ценится то, что ценится, твой продукт, твою ответственность, то, какой ты есть и то, как ты работаешь. А там другие ценности. Чем больше ты скажешь и меньше сделаешь, тем молодец, чем больше обманешь, тем ты круче, чем больше ты покажешь пафоса, надуешь щек, тем лучше. Вот мне кажется, многие политики, и данный человек не исключение, они этим занимаются. И поэтому хочется быть аполитичным человеком, но невозможно, потому что наши СМИ, они строят проекты на этом, они строят рейтинги. У нас очень заполитизированная страна, и это очень сильно мешает развитию нашей стране. Наведу один маленький пример. Я в Германии с данной страной связан, потому что у нас хед офис в Германии. Очень часто там бывал до локдауна. И я иногда тоже на политические темы спрашиваю. В разных людей, как они там оценивают Ангелу Меркель. Так вот, как мы, так и они не знают, кроме Ангела Меркель, никого другого. Они знают своего пивовара в округе, своего судью в округе, своего налоговика в округе. И тот, если я там произвожу тушенку, то я знаю, кто производит пиво, кто там еще как-то там шьет одежду. Других я не знаю. И кто делает им благо, что это страна номер один в мире, они не знают. Я считаю, это и есть то искусство, к которому нужно стремиться. Поэтому к нашим политикам очень много вопросов. Алексей Гончаренко, вы по политикам пошли. Я его еще помню, мы примерно одного возраста, да, все. Я его еще помню, когда его там в Одессе хейтили. И он всегда как-то там сухим из воды выходил. И на низких рейтингах всегда пробивался в этот наш политический бомонд. И последние выборы как бы не исключение. То, что он умеет достаточно импульсивно разговаривать, да, это его плюсы. То, что он умеет критиковать, иногда даже призная себе, хотя я с ним также не разделяю политику, то или мировоззрение. Он очень часто умеет, ну, то есть хороший он оппозиционер, да, он умеет подсветить с обратной стороны то, о чем ты не думаешь. То есть ты думаешь так, вот да, это правильно, тебе в этом гриле, но он обратное дает, скажем, альтернативное мнение. И ты держишь тот баланс, все-таки думаешь, а да. То есть истина где-то посерединке должна быть, и он отдает. Но его гиперпубличное выступление тоже мне не импонирует, потому что, опять же, заполитизированность. Чем громче кричишь ты, тем прав, ну, вообще не разделяю эту политику. Чем меньше ты сделаешь или там расскажешь в теории, вообще не разделяю. Я люблю практичных людей, которые могут не словом, а делом, как говорится, показать на практике то, что ты сделал. Михалков? Да. Режиссер российский, да, снимал много фильмов, снимает до, скажем так, до момента военной экскалации с Россией. Я его, ну, к нему нейтрально относился, но снимает фильмы, уважал, наверное, за его профессию, за то, что он делает, какие фильмы снимали. Все-таки мы воспитывались на советских фильмах, и вот его продолжение, вот стилистики в этом направлении, оно прослеживалось, и где-то было, ну, в душе понятно, потому что так прошло детство. Но, вроде я не ошибаюсь, но у него сейчас пропутинская политика совершенно. И все знают, кто такой Путин, сейчас это УЕФА там будет рассматривать. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. И говорят на белое, черное. Ну, это уже не люди, это просто безинициативная рабочая масса, которая адаптировалась в проблемы и поддерживает этот имперский шовинизм, который присутствует, к сожалению, во власти в РФ. Богдан Ступко. Очень люблю этого актера, я считаю, что он номер один в Украине по таланту именно как актер. К сожалению, уже его с нами нет, и это была такая большая потеря для украинского народа всего. Вот. Не хочу его политизировать, да, люди, о которых нет, говорят либо хорошо, либо молчат. Но мне, опять же, не понравилось, как и многие люди в свое время, когда начали поддерживать того или иного кандидата. Вот мы там за Януковича. Всегда надо заниматься тем делом, которым ты занимаешься, чтобы тебя уважали как профессионала. Не надо смешивать политику, искусство или театр, как это происходило. Я не сужу, и, наверное, так располагалась ситуация, или так надо было, либо это выбор каждого человека. Но я не хочу об этом. Я хочу сказать, что он просто очень крутой актер, и многие его, даже четырехстища, да, из речения, они настолько глубинно трогают твои струны души, что ты ощущаешь это слово, да. И ты ощущаешь каждую букву, и это передать, это очень сложно. Я сам, каждый из нас в душе актер, каждый режиссер в душе. Но одно дело хотеть, а второе дело уметь это передавать людям, это две большие разницы. А кого он поддерживал? По-моему, Януковича не поддерживал. Хочу ошибаться опять. Майкл Джексон? Yes. Круто, чувак. Ну, как бы, импозантные личности, они не могут не вызывать в себя какие-то эмоции. Я сам был хотел, когда на танцы хотел, хотел быть на него похожим. Тоже пытался его лунную походку делать. Это непросто, это сложно. Это надо тренироваться. Я сказал, я народник не буду. Но то, как он пахал на сцене, то, как он отдавался, то, как он любил, это тоже я ценю, уважаю и приветствую. Потому что, когда ты отдаешься на максимум, это чувствуется искренне, люди это оценят. Но вот его история, то, какая есть, она какая есть. Ты видел фильм о нем? Честно, нет. Я не видел фильм «Неверленд», он, по-моему, называется. Много лет, он вышел давно уже, я не помню, сколько лет. Я посмотрел буквально пару месяцев назад. Посмотри. Топ. Он же документальный. Обещаю, посмотрю. Ой, кто это? Я знаю, что его вся молодежь любит. И нет? Да, да. Это тоже российский рэпер номер один сейчас, Моргенштейн. Моргенштейн, да. Хотел сказать, сложно его выговорить это слово. Я ничего о нем не знаю. Я знаю, что молодежь повернута, что он какой-то мегапопулярный. Я не знаю, или я слушаю его музыку, потому что я слушаю ту музыку, которая мне нравится. Я могу от «Наутиус помпиус» слушать до «Басты», и также люблю украинских исполнителей. Но заходит песня, а не исполнитель, который там все песни любишь пооголовно. Поэтому что он там поет, понятия не имею. Ну, это новая история. Датский футболист Эриксон, да? Да. Кристиан Эриксон. Кристиан Эриксон, который... Я, честно говоря, мы как раз с Эксоном играли игру, и когда я позвонил отцу по делам, он говорит, ты видел, что случилось? И первое, кто мне сообщил, это отец, потому что мы сам матч не смотрели. Дания, Финляндия. И то, что произошло, это звоночек очень серьезный для всей футбольной общественности. И первым делом, что мне отец сказал, он сказал, ты там обережь ноги, дивись там сильно, не претруждайся. Я говорю, что случилось? Он начал мне рассказывать. И потом я, конечно же, посмотрел, все это увидел. Но это такая печалька. Я не знаю, с чем она связана, на самом деле. Это либо очень большие гипернагрузки, либо это внутреннее состояние конкретного человека. Но не хочется, чтобы люди вообще априори умирали, да? Ну, не без этого. А на поле это вообще очень-очень сложный процесс. Да, сейчас очень много флешмобов на его поддержку. На его поддержку мы тоже его поддерживаем. Там ему сулит операция. Но хорошо, что так все хорошо закончилось на данном этапе. Надеюсь, что таких прецедентов больше не будет ни у кого. Знаешь, обычно, когда что-то такое происходит где-то, кто-то там умирает какие-то, что-то происходит, катастрофы какие-то. Ну, мы вроде смотрим, да, так по новостям, ну, печально, грустно. Ну, как бы, блин, ну, это же не возле нас. И мы забываем буквально через минуту-через два. И немногие могут там посочувствовать в этот же момент, когда смотрят. Многие там смотрят, а что, умер. Понятно, все, пока. Я смотрю, у меня была встреча с одним человеком. Я ждал этого человека. И сижу, жду и смотрю в прямом эфире. И это происходит в прямом эфире. У меня начало болеть сердце. Я так проникся этим, ты не представляешь. Просто жесть. И вот мы с пацанами потом в команде общались, обсуждали. Одно, знаешь, дело, оно вот влияет все эмоционально. Одно дело, когда ты знаешь, это тоже трагедия, но когда ты знаешь, что где-то в Нигерии или в Судане умирает молодой парень, 18 лет, от сердечного приступа, ты это, может быть, даже увидел или прочитал, и ты, блин, ну, это мрак, это мрак, и как бы все. А когда ты видишь на таком уровне лучшего игрока сборной Дании, самые страшные для меня были, жуткие, самые жуткие, тяжелые кадры, когда я его дефибриллятором этим. Это просто там ра. Я сидел, ко мне уже человек пришел, говорю, подожди, подожди. Это страх. А операцию мы сделали сегодня. И успешно он все прошел и вернулся в семью. Отходим от грустного, отходим от политики, продолжаем наш футбольный режим. Друзья, по традиции конкурс. Сегодня Александр нам принес очень два крутейших приза. Это вот такая вот пирамидка. Если вы видите, написано «Аксон». Где находится волшебная бутылочка и что еще там? Оно еще и светится. Оно еще и светится, между прочим. И там еще кое-что есть. И там еще есть кое-что. А второй подарок у нас – видеорегистратор, который понадобится большинству из вас. Первый вопрос будет звучать так. Недавно у Александра и его команды «Аксон» были зарубежные сборы в Египте. Какой поступок сделал Александр, который запомнится ему и не только ему на всю оставшуюся жизнь? Самый оригинальный ответ будет правильным. Второй вопрос будет звучать так. Какая у вас ассоциация возникает, когда вы слышите название футбольной команды «Аксон Софт»? Самый оригинальный ответ тоже станет победителем. У нас рубрика «Вопросы от соперников». О, тоже так? Да. Интересно. Пять? Кому могут задать вопросы? Пять вопросов тебе. Начнем с самых изи, простых. Сильнейший игрок для тебя в аматорском футболе, в футзале и в большом футболе. Кого ты знаешь? Сильнейший игрок в аматорском футболе? Да. Вы знаете, тут как бы, может, есть кто-то там сильнейший. Я стесняюсь сказать, что не всех знаю. Кто тебя не знаю? Для меня мои игроки самые сильные. И что интересно, что я бы не хотел кого-то из коллектива выделять. Потому что одну игру Антоха Антоненко там выдаст блестящую. Другой кум, Витек Перик Джокер, как мы циркуль называем по дружбе. Он там становится игроком матча. Где-то воротник спасет. Но если можно, я отвечу так. Вити и Вата, что любой игрок моей команды, он для меня является лучшим. Номером один. Техника или физика в футболе? Для меня или для футбола? Для тебя. Ну, так как у меня физики больше, чем техники, я выберу технику. Потому что физики в свое время хоть отбавляю. Сейчас стараюсь тоже на максимум, на пределе играть. Но все сложнее. Но никогда не был техничным игроком. Ну, это не мое преимущество, не моя фишка. Я всегда самодачу ее брал. И, как бы, это мои сильные стороны. Даже сейчас, даже в тренировочном процессе, понимаю, что если ты включаешься на максимум, то команда играет быстрее, ты быстрее принимаешь решение. Есть мяч, ходит, есть движение. Ты, как бы, или отбираешь, или забиваешь. Как только ты чуть-чуть, там, отдыхаешь, что называется, или переводишь дыхание, ты понимаешь, что насколько не хватает техники. Потому что надо умело постоять, как это делает. У меня история наоборот. Если наоборот, можем это... Я не тренируюсь просто очень долго уже. Я физически просто уже не вывожу. Я как Либера в большом футболе играю. В футзал, как Либера играю. На паса, как, хотел сказать, как Эльдар Макайев. Ну, где я, где он в футболе. У каждого свои сильные стороны. Поэтому их надо удерживать, а слабо развивать. Да. Вопрос такой. Я когда-то его кому-то задавал. Не помню, кому. Очень похоже. Смог бы ты без денег стать организатором аматорской команды, где все платят сами за себя? И какие бы были там трудности? А у нас есть такой период. Даже те же самые тренировки, если это не аксон, то каждый платит сам за себя. Трудности есть обратные. Ну, был такой этап, где надо было собирать деньги. Это не с аксоном связано. Не буду назвать там команду. Тут очень важную роль ответственности. Ответственность справляется. То есть, если ты заплатил, значит, ты можешь, ты что-то привнес. Значит, ты, ну, как бы, хочешь, не хочешь, ты приходишь на тренировки. Надо тренироваться. А вот обратный этап, когда ты платишь, а я захотел, пришел, захотел, не пришел. Вот мы там с Евролабом тренируемся. Там одно время президент Евролаба, Андрей Иванович Пальчевский, тоже большой привет. Давно не тренировались. Он выделял деньги на тренировки. Мы этим активно пользовались. И вот те ребята, которым по душе приходить, именно по душе, они приходили каждый раз. Ну, когда могли, ответственно. А как только мы начали сам за себя платить, многие люди растворились. Потому что для них важна была финансовая составляющая. Хотя там дать тебе 50 гривен за тренировку, либо 100, да. Ну, каждый, кто считает себя хоть как-то футболистом, либо там причастным к этому, он должен себе позволить это. Ну, может и должен. Бывают всякие случаи, но опять же, это исключение больше. Поэтому вот эти вот сложности, когда собираешь людей денег. И я от этого ушел, потому что лучше дать свои деньги и по душе собрать ребят, которые не нужно заставлять футбол, чем потом бегать за каждую гривну, а ты сдал, а я не сдал, а две гривни, а видай, суды. Не люблю этого, короче. Друзья, становитесь патронами нашей программы. Выбирайте свою позицию на поле сосоющей. И получайте множество эксклюзивных бонусов и подарков. А также решайте вы, кто будет гостем следующего выпуска. Выбирайте свою позицию в нашей команде и получайте свои эксклюзивные плюшки. Ссылка на наш патрон в описании к этому выпуску. Пятый завершающий вопрос. После одной из игр в турнире ВСЛ, Тавитин Суперлига, ваша команда, я так понимаю, это Динамо Отрадный. Вы же играете в Динамо Отрадный ВСЛ? Да, да. Ваша команда подняла скандал из-за того, что вы сыграли почти без замен. Скандал был связан с заявкой. Кто в этом виноват? Вы или организаторы турнира? Помню этот момент. Это начало чемпионата сего года. Это кубковая игра. И так интересно получилось, что взяли каким-то образом заявку предыдущую. У нас добавились новые игроки. Мы заявились на чемпионат. А оказывается, на кубок нужна была другая заявка, параллельная. В нашем представлении, что мы собираемся, формируем команду, платим деньги, инвестируем, то организация должна быть для футбола, а не футбол для организатора. И если какая-то есть техническая организационная заминка, ну не так понял, не тогда-то слал. На самом деле там просто какое-то непонятное недоразумение сечения обстоятельств, которое я даже до сих пор не понял. То есть мы отправили заявку с пониманием того, что вот наша заявка на сезон. А кубковые игры или чемпионаты мы не разграничили. И тут принципиально стал вопрос, что если вот этот состав может играть, а этот нет. И как бы либо играйте, как мы не засчитаем, а техническое поражение, просто побегайте. Либо играйте без замен. Вот мы выбрали второе. Тренер на то время Саша Николенко правильно с Анатолием сделали, скажем так, сделали вывод правильно, что начнут играть в заявки люди, ну и матч те, которые в заявке, а уже по итогу матча посмотрим. Если мы будем там лететь, то поиграют все. А если будем выигрывать, ну кубковая игра, должен кто-то определиться из победителей, то как бы останется как есть. Ну вот мы победили, слава богу. Но у меня лично, как у организатора, да, и как у менеджера, и компании, и клуба, были вопросы, я им в лицо говорил, я не знал, что это президент, я не помню, к сожалению, вспомню имя человека. Но я ему задал вот такой вопрос по-мужски. Говорю, мы собрались в футбол для того, чтобы вы там себя как-то проявили для вас, для организаторов, либо вы организовываетесь, чтобы был чемпионат, были футболы и так далее. Ну вот они вот принципиально пошли по вопросу регламента, но дали возможность команде соперника спросить, а они не против, против или как. И когда я подошел к капитану команды, я говорю, ну вот мне бы было все равно, играйте кто хотите, хоть заявляйте футбол. Это вот заявились, можете организовать крутых футболистов, выигрывайте. Это уже там соперничество. Ну они сказали, нет, дайте шанс нам выиграть. А кто это были? Мы все равно узнаем, посмотрим. Я подзабыл сейчас, если вы скажете. Кристалл, да, команда Кристалл. Ничего личного, мы с ними тренируемся, дружим. Но я в лицо говорю, мне эти моменты не понравились, как у организаторов, как и у капитана. Капитан, на мой взгляд, это лидер команды, который должен сказать. Мужики, футбол это номер один, или как в песне, первым делом самолеты, ну а девушки потом. А все остальное неважно. Но как-то получилось по-другому. Поэтому был такой момент, но мы достойно вышли из ситуации, я считаю. Саша, у нас рубрика пенальти. Пять вопросов задаешь ты мне, пять вопросов задаю тебе я. Начнем с тебя. Друзья, подписывайтесь на мой инстаграм, там будут анонсы наших звездных гостей. И вы сможете задать им свои вопросы для рубрики «Вопросы от болельщиков». Да, я подготовился, я смотрел эфиры. Так как есть возможность задавать любые вопросы, футбольные, не футбольные, начнем тоже по порядку. Слайта. Слайта, да. Вопрос у меня к тебе. Больше на футбольные знания, потому что я считаю, что люди, которые играют в футбол, они следят за футболом, за мировыми тенденциями, помнят все матчи, результаты и так далее. Скажи, пожалуйста, ты помнишь, кто забил первый гол за сборную Украины на чемпионате мира? Да, Саша, ты все правильно говоришь, что есть. Ну, из исключения, это ты, да? Да есть нюансы, память. Ну, можно расширить. Есть варианты с памятью. Давай вспоминать. У меня память. Чемпионат мира, сборная Украины, впервые выходит на чемпионат мира, играет в группе с кем-то, с командами. И кто забивает первый гол независимой Украины за сборную Украины? А в каком это году было? 2012? Нет, это евро было. Нет, это уже евро. Чемпионат мира. Мы до этого, по-моему, поехали куда-то. Ну, это... Боже, я не помню. Или это с Блохином было? Вход мыслей правильный. Это было с Блохином. Это был, боже мой, я-то помню, что кто-то там... Сейчас я тебе скажу. По-моему, это был зач, защитник. Защитник. Так. Тепло, тепло, тепло. По-моему, это был защитник. По-моему, это был Саша Кучер. Нет. Нет? Не Саша. Пропускаем? Андрей Гусин. Тоже нет. 2-0 уже веду. Давай подсказка. Давай. Человек из Днепра, он за Днепр играл. Андрей Руссел. Па-па-па-па. Правильно. Хорош. Хорош. Видишь, еще-чуть, я не совсем плохой. Хорошо. Мой вопрос. По твоим рассказам понятно, что у вас очень сильный, сплоченный, дружный коллектив. Да. Уже не один год. Но я же хочу какую-то такую штуку, знаешь, которую людям нравится. Но ты мне, конечно, скажешь, что такого не было. Но все же, возможно. Бывали какая-то все равно за всю историю команд... Сколько команде лет? Ну, более пяти. Более пяти. Ты вообще помнишь, когда-то мы играли против вас? Моя команда играла против твоих. Когда-то очень давно. А мы этот вопрос сейчас вспомним. Это мой вопрос. Да. Поэтому... Мой мяч, я бью. Да. Бывали за все эти, грубо говоря, пять лет, какая-то история все равно со скандальным оттенком, который мы можем рассказать? Ну, конечно же, была. Это все-таки в команде это пацаны. А если они эмоциональные и неуступчивые, то они могут и не только сопернику и судье высказать, да, но и своим. Особенно это касается не так отдал, не туда отдал, не туда пошел, а ты мне то и так далее. Эти моменты проявляются иногда на поле. Мы особенно это чувствуем, когда что-то у нас не получается, когда называется плывем. И оно очень сильно кристаллизуется, вот видится, понимается, что вот есть напряженка, надо ее зладить. Но сам тренер по себе, он Халк. Мы его Халком называем, потому что если ему что-то не нравится, у него глаза такие. Но я говорю, Олег, это надо успокаивать и так далее. Хотя, с другой стороны, он говорит, надо эмоцию давать иногда, чтобы ребята завелись. Он, наверное, прав, потому что есть результат. Мы много побеждаем. Но в раздевалке то, что творится после игры, часто бывают конфликты и ругани такие, что ого-го. Там высказывания прямые. Благо, оно не выходит за рамки раздевалки. И благо, что есть люди, которые умеют сгладить это все. В том числе и я к этим людям отношусь. Потому что, как ни крути, я авторитет в команде. Хочу себе такой статус привязать. Есть люди, которые понимают всю психологию. Надо где-то ничего не говорить сразу, а где-то или попозже лучше. Либо же сразу. И, конечно же, между футболистами бывают перепалки. Но это все потом утрясается, потому что эмоции куда без них. Но вот такие моменты мне очень не нравятся. Потому что это как, условно, ссориться с папой с мамой. Да, что тебе делать как ребенка? Вот не люблю, когда пацаны. Лучше сказать спасибо сопернику, который тебя разнес в пух и прах. Поблагодарить за то, что есть. Сказать спасибо, может, из кавычках, судьям. Чем между собой ссориться? Потому что нельзя переходить этот Рубикон, он ничего хорошего не принесет. Драки были? Нет, драк не было, слава богу. Это было бы очень... Словесно, да? Все словесно, да. Иди туда, сам туда, да ты такой и сякой. Но драки это вообще какой-то там запредельный уровень непонимания моего. Вообще нельзя никого трогать пальцем. Можно максимум обнять и поцеловать. И плакать. Обнять и плакать. И плакать, если проиграть. А были случаи, когда вот такие были словесные перепалки, а после этого человек уходил с команды? Нет, люди все... У нас редко кто уходит. Зачастую люди не задерживаются в команде. Мы их пригласили, они там поиграли одну-две игры, потом не приходили, но где-то терялись. Ну, как-то так, эволюционным путем. Вот революционным путем никто не уходил со скандала. Это все как бы по-любовному. Ну, а самое важное, это после любого матча мы стараемся как бы посидеть. Третье. Второй удар. Так, ну, раз ты вспомнил Андрея Руссела, да? Ага. Матч тоже помнишь с кем? С Испанией. Нет, Саудовская Аравия. А я не закончил. С Испанией мы проиграли, а следующий матч был в Саудовской Аравии. Хорошо, второй вопрос. Ну, раз чемпионат мира не помнишь, но чемпионат Европы должен помнить. Кто забил первый гол на чемпионате Европы с футбола? С Швецией мы играли. Это мне вопрос. Мы же не в Одессе, таки здрасте. Вы Одесса по жизни со мной. Ну, наверное, Андрей совсем. Андрей Шевченко. С Шведом. С Шведом. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Угадал? Да, это был прекрасный матч и просто гиперэмоции. Он же два забил. Два забил. Мы же вроде же до этого на Евро же не играли. Я же ничего не перепутал. Ну, да. 2012 год. НСК Олимпийский 2-1 в Швеции. Да. Стреляй. Хотел тебе задать один вопрос. Подготовил. Но ты на него уже с меня досконально ответил. Касался он, если в общих чертах, зачем тебе вообще все это надо? Зачем тебе столько денег вбухивать в команды? Что имеет президент с этого и т.д. и т.п.? Но я уже понял, что он имеет эмоции, что в первую... У нас был... Знаешь, у нас недавно был Витя Цой в гостях. И вот Витя тоже мы какую-то тему с ним подняли. И вот он тоже рассказывал за президента команды «Скидка». Я думаю, ты такой знаешь, знаменитую команду. Тоже, что президента они вкладывают в эмоции. Они же ничего с этого не имеют. Ничего, кроме эмоций. Поэтому этот вопрос я тебе не задам, а задам тебе вопрос другого. А я могу уточнить? Давай. Но это не вопрос, это так просто. Давай. Окей. Я так кратко отвечу. До этого в вопросе и предыдущих спичах был ответ. Но вот подчеркнуть хочу одну важную вещь. Зачем мне это лично нужно, вот если глубоко в душу посмотреть, откровенный ответ будет следующий. Что то, что мы не получаем в жизни от людей, от общения, возможно, от семейных взаимоотношений, мы всегда ищем, чем заполнить этот вакуум. Кто-то впадает в алкоголизм, в наркотики, кто-то где-то там свой фетиш по каким-то направлениям. Я нашел, чем восполнить этот пробел и вакуум. То есть то, что мне в жизни не хватает, хочется вот где-то получить. И я нашел вот эту вот искреннюю такую изюминку, где мне нравится, где я комфортно себя чувствую, где у меня, надеюсь, получается. Потому что это все идет от души. То есть вот такая искренность, она позволяет как бы находить эти вакуумы и заполнять их, чтобы все было в жизни ровно. И вопрос. Давай. Турнир в девятку. Так. Турнир Викинг Суперлига. Так. Турнир Федерация Футзала Киева. Какой для тебя турнир является лучшим и почему? Крутой вопрос. Вот честно. Вот прям мы это обсуждаем каждый день. И скажу откровенно и честно. Вот чисто энергетически по душе, да, вот как-то так, наверное, историей пахнет, хочется играть там в кафе или в чемпионате Киева. Но я хочу отдать должное организаторам в девятку, которые организовали этот турнир. Он масштабный, он по Украине. И у них так все четко слажено и понятно, что тебе не надо на организационные моменты париться. О чем я говорю сейчас. Играя в девятку, мы понимали, когда у нас матч, например, на месяц или на два вперед. В какое время и где мы играем и с кем. Ну, получается, что мы должны адаптировать свое рабочее время, личное время и время других матчей к этому уже, к этому факту. Соответственно, все остальные должны адаптироваться, находить время, где там адаптироваться. Вот я бы очень сильно хотел или желал бы всем организаторам дать побольше четкости. Потому что когда поставят матч, а в воскресенье мне не подходят, а мне в субботу. Это такой каждый недельный стресс. Не то, что мы сильно переживаем, но я тоже переживаю. Будет сбор, нет, не будет сбор. Ты же прекрасно понимаешь, что такое сбор команды. Где у нас приходят 19 человек, и ты думаешь, в заявку не внести, потому что лимит. Или же там одна-две замены, и надо рыгать, что называется. Это мой вариант. Да. И от этого тоже, от организации турниров тоже очень много зависит. Поэтому я бы пожелал организаторам КФЛ и чемпионата Киева именно тот пример, который показывает девятку. Хотя девятка больше, ну так как они молодые, наверное, нет еще непропитанной историей. Они развиваются, они молодцы, они вводят инновации и так далее. Они дают интервью, то, что важно. Вот тоже не хватает, опять же, организаторам первой группы, не всегда или не берут интервью. Вот мне интересно послушать соперника, что он скажет после игры. Тебе что же интересно? Где-то там наехать на него, получить эмоции, где-то подхвалить, либо получить дополнительную информацию, которая как в вакууме у тебя нет. Но есть сухие фотографии, сухая отчетность, даже с красивыми иллюстрациями, на сайте особенно. Но чего-то не хватает. Вот побольше бы вот этих вот, что называется, как матч в сборной пройдет, все начинают смаковать элементы и так далее. Не то, что надо такая детализация. Просто обязать каждую команду на интервью, я думаю, это, я считаю, что это должно быть чуть ли не там must-have. То есть это чуть ли не штрафные санкции, если кто-то не дал интервью, потому что махнули все рукой. Но как это сделано в чемпионате Украины по футболу? Там же ты обязан прийти на послематчевую пресс-конференцию. Как ни крути. Вот. И вот эти вот моменты, я бы хотел, конечно же, их улучшить. То есть со стороны как бы организатора команды. Нам этого очень не хватает. Понимание, как проводить свой досуг на выходных, чтобы успеть все. И детей погулять, и самим отдохнуть, и футбол поиграть, и за разные команды. Я буду бить по истории. Давай, давай. Я уже сейчас переделываю под тебя. Давай. Так как ты так с трудом отбиваешь. Давай. Вот. Независимая Украина. Нас еще, возможно, не признанная многими странами республика. Далекий 91-й или 2-й год. С кем был первый матч сборной независимой Украины? И кто забил первый гол за независимую Украину? Вообще. Пока. Пока. То ли у меня отец и школа приучила знать историю, знать географию, но есть такая фраза, кто не знает историю, не может вплывать на майбутное. Это сейчас, извини, не пинать в пустые ворота, просто, ты сказал пинать, а мне надо забить. Вот такой вопрос. Нет, Саня, это в пустые ворота. Это 100%. Вообще, меня нету здесь. Смотри, у меня есть, я просто помню с того состава, только несколько человек, и один из них был Олег Сталенко. Там еще играли потом люди, которые потом за сборную России играли. Там еще Олег Лужный играл и забил гол Иван Гецко. Играли в матче с Венгрией. Украинскую мову угорченную, да. Мы проиграли 1-3. Иван забил со штрафного. Я почему это спрашиваю, не потому что я тут понтуюсь, потому что мне всегда интересно было из футбольной истории. У меня такой случай в жизни был, когда-то мы в каком-то восьмом или девятом классе собирали макулатуру, и мне попалась книжечка «История советского футбола». И я ее спрятал за батарею, чтобы потом в себе ее забрать и прочитать. Потому что там смотрели, все на макулатуру спали. Как такую библию футбола можно было спорить? И ты знаешь, Дима, я не жалею об этом поступке, потому что я ее прочитал от сих до сих. Я знаю, кто такой Стрельцов, как он играл, кто такой Саба, Блохин, как они играли, какой чемпионат. Там каждый год было писано, какое место занял Динамо Киев, какой Спартак Москва, что такое Торпедо, Москва. То есть все самобытные команды с разных стран Советского Союза я знал по названиям. Я знал города, за которые они играют и как они называются. И я видел, как описывали лучшего игрока в сезоне. Что Блохин получает, например, золотой мяч, а в чемпионате СССР это там Буряк был лучше, например, или там Заваров и так далее. То есть вот эта вся история, она важна. Поэтому, возможно, для меня это там изи, потому что я историю Украины в том числе и футбол изучал. Вот. Ну, поэтому у меня такие вопросы. Так что ничего лишнего. Нет, я просто не уничтожаю. Ничего лишнего. У меня к тебе тоже такой вопрос. Во сколько лет Пеле забил первый гол? В 16 или 17. Давай я добавлю. Во сколько лет он забил первый гол? И во сколько... В профессиональном футболе, да? Он сыграл, да, первый матч за сборную страны. Это мой тебе что-то поменяет, твоим ответить. Чемпионат мира 16, ну, то есть это за сборную с Бразилией, ты имеешь в виду? Ну, он бразилиец, да, соответственно, да. В сборную в Бразилии он играл в 16 или 17 лет. Ему тогда было, самый молодой, насколько я помню. И он начал... Он был на травме с коленом. Его там лечили очень сильно. Но он играл по методике, как его заставляли играть как робота, но потом они начали играть в свой бразильский футбол. И в финале со Швецией они проявили себя на максимум. Я не хочу больше, я заканчиваю интервью. Это просто какой-то капец. Это просто капец. Это живая энциклопедия ходит. Смотрите, что творится. Просто читал тоже книгу про Пелли. Я не... Ну, король футбола, как же про него, немножко не знаю. Давай. Тренер потом сказал, играйте в свой футбол, я просто посижу, посмотрю. И они начали всех выносить. Давай, задавай четвертый. Давай. Ну, ты вот частично задал. У меня вот личный вопрос. У тебя все свои личные. Ну, ты на него знаешь ответ, но он с подтекстом, но хорошим. Ага. Ты организатор команды Нико. Давай. Я организатор команды Аксон. Мы с тобой встречались ли, ну, точно ты знаешь, что мы пересекались. Да. Один раз подсказка. Один? Один. Ага. Ну, если Аксон и Нико. Ага. И помнишь ли ты этот матч, помнишь ли ты, какой был счет, и помнишь ли ты те эмоции, которые ты испытывал? Тут уже недалекая история. Нет, Сай. У меня память, как у рыбки, один день. Значит, отвечу тебе, как обычно. Игру не помню. Помню, что играли. Помню, что это федерация футзала. Естественно, мы играли какой-то чемпионат. Почему-то уверен, что вы нас обыграли, причем не с маленьким счетом. Но я отвечу еще дополнительно, как ты сегодня ответил. Ты сегодня уже упомянул о том, что когда мы выходим играть против команд, которые нас обыграют сильно, дословно, ну, твои слова. Я благодарен соперникам за то, что они показывают нас и учат, и дают нам опыт. Вот. Я благодарен команде Аксон за то, что они нам показали, дали опыт, за то, что показали, как можно играть. Я уверен, что этот счет был где-то там с разницей минимум 5-6 мячей. Я думаю, минимум. Не до 10, ну, где-то там 5-6-7. Где-то так. Не знаю, забили мы или нет, но проиграли мы сильно. Я думаю, что это была жесткая игра с фолами. Это был еще очень молодой, горячий. Я всегда... эмоциональная игра. 25 ноября 2018 год, 9.55. Нух... 9.55? Да. Нух... Ну, в 10.00, в 9.55. 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 Да. Значит, была игра не в стиле злорадства. Я сейчас объясню, почему. Просто констатация фактов. Мы действительно у вас выиграли 8-0. 8-0. Извините. Я пошел. Мы на вас настраивались, потому что мы вас не знали. И мы на любую команду, которую мы не знаем, мы не знали, как она играет. Всегда это такая слепая игра. Но у нас настрой и сбор был очень жесткий. Я помню этот гол, я его забил тогда еще. Моя семья приходила, поцелуйчики, посылал на трибуну. Мне было важно забить. Я хотел бы не это отметить, а я тебя тогда еще запомнил. Не потому, что ты был капитан, не потому, что мы там разыгрывали, кто в начале матча, кто какую половину берет, либо матч. В один из моментов, когда вы пропустили, ты оставил на самом деле, не знаю, большой след моей жизни футбольной, ты почесал затылок, сказал, да, класс есть класс. И тогда я в первый раз в жизни, когда мы даже молодая команда «Аксон», я услышал, не задавая вопрос, тот ответ, на который я не мог задать и искал. У нас, оказывается, есть класс. И я подумал, блин, у нас действительно есть класс. И именно тогда, я сейчас не добавляю лишней лести, я начал серьезно думать над тем, чтобы серьезно развивать этот коллектив и футбол. Потому что подчеркнуть независимо, искренне, что у тебя все-таки что-то получается, и человек, которого ты не знаешь, и ты о нем ничего не спрашивал об этом, это все-таки оставило мой след, и я тебе за это отдельно и чрезмерно благодарен. Можно я еще раз пожму твою мужественную руку. Это было круто. А счет не важно. Вот так Дмитрий Сосоев повлиял на команду Аксон. Та-да-да-да. Хорош. Хорош. Ты вот, знаешь, я никогда не устаю поражаться, какие бывают истории в нашем аматорском футболе. Как они влияют на людей, как влияет на жизнь людей. Многие истории влияют на работу, на карьеру, на личную жизнь. Многие люди находят после каких-то интервью, после каких-то голов, после каких-то событий в жизни, после каких-то игр и соответствующих знакомств, что-то произошло, допустим, мы бы с тобой могли, вдруг бы ты после этого подошел ко мне и что-то сказал, слушай, чувак, спасибо, ты так сказал, мы бы с тобой тогда, допустим, познакомились, и это как бы уже тогда бы что-то, знаешь, мало ли как оно в жизни было. Да, я еще не понимал, это, да, не сознавал. Это сейчас я уже могу подчеркнуть эту важность и лучше, не то, что позже, чем никогда, лучше сейчас это понимать и быть благодарным человеку, который сказал это искренне, независимо, чем потом какой-то друг на эмоциях что-то сказал, спасибо, непонятно, как бы, куда оно нас привело и какие были развития твоей, нашей команды. Но имеем ситуацию ту, которую имеем и я как бы рад, потому что ничего бы не хотел поменять, потому что все очень круто. Пошло классно, да. Пошло классно. Я у тебя уже спросил о том, за чемпионаты, какой чемпионат тебе нравится. А теперь я спрошу глобальный. Так как снова-таки ты уже поиграл и играешь ни в одной команде одновременно и ни в одном чемпионате, что еще более важно, что для тебя, подумав, проанализировав, что лично для тебя, какие для тебя существует. Ну, это громкое слово проблемы. Что бы тебе хотелось улучшить в аматорском футболе, что тебе нравится и самое главное, что тебе не нравится, чего тебе не хватает. Кроме интервью на федерации. Ну, интервью-то отдельная тема я уже сделал. Что мне нравится? Я не хочу обвинять судьи, им еще тяжелее, чем нам. Это как с девушками, знаешь, с ними тяжело, но без них еще тяжелее. Так судьи на поле. Но я очень часто работаю и в футбол навожу друг другу примеры и в работе я часто говорю, ты должен быть как судья на поле. А это как? Если человек не в футболе. Это так, что ты должен себя так проявить, что ты будешь незаметен, но все будут должны понимать сознательно и сознательно, кому они благодарны, что все произошло честно. Судьи. Когда о судье много говорят, это же плохой матч, да? Они не игры разбирают, а именно судейские ошибки. Я бы очень сильно хотел справедливости в судейском корпусе, чтобы они умели держать, понимали градус игры, тонус игры. Они понимали команды. Потому что можно прийти там команда низкого уровня, да, и высокого. Все понятно, на расслаблоне провести матч, все очевидно до матча. Но в равных чемпионатах цена ошибки очень велика, не мне тебе рассказывать. И очень бы хотелось непредвзятости какой-то там к команде, что-то там сказал на тебя и так далее, а именно честности, невзирая на все эмоции. И я бы хотел привести в пример всем Пьер Луи Джек Калинов, который своим авторитетом, невзирая на то, что его толкнули, там, что-то там, не знаю, за счет ущипнули, он всегда держал марку топового судьи, да. Почему? Потому что это авторитет. Кто такой авторитет? Это, если есть какой-то эпизод в футболе, ну, подойди ты, например, надо понизить градус игры. Подойди, отведи в сторону. Не просто там сказать я шо шерост, не дай бог, шо стей, то я вам а то. Нет, скажи так, мужики, успокоились, играйте в футбол, еще раз что-то будет, по желтой раздал, все успокоились. То есть поднимать нить игры. Или наоборот, ну, вернее, это основа, потому что иногда надо тушить эти эмоциональные пожарства. У нас, к сожалению, негде тренироваться или некому учить, либо нету людей, которые хотят судить. Это неблагодарная профессия, но мы ее очень ценимы, без них никуда. Но как футболисты учатся играть лучше, как организаторы хотят сделать команду лучше, так и судьи должны быть честнее. То есть они должны объяснять моменты. Не то, что давать интервью, не то, что писать протоколы, а то, что объяснять процесс игры и быть невидимым игроком. Такой, который не вспомнится о суде. Вот есть у нас хорошие, отличные судьи, а есть такие, которые оставляют желать лучше. Ну и второй момент это коррупция. Очень много слышу людей, что мы там занесли, либо эти шутки мы там занесем, и так далее. Я не участвовал, вот честное слово, как на духу. Никогда никому ничего не давал, не предлагал, и мне ничего не предлагали, честно. Ну то есть вот так вот. Ну очень много там и видеоэпизодов, и рассказов, особенно на высшем уровне, не на нашем, наверное, аматорском, где имеет это место, опять же, равенство команд, поставил фол, пятый фол, пенальти, либо там чуть-чуть, оно типа незаметно, но и оно имеет место быть. И я бы, может я утопический идеалист по жизни, но я бы очень хотел, чтобы была справедливость именно в судейском корпусе, чтобы мотивация у организаторов была такая же искренняя, чтобы они понимали и вкладывали больше денег, больше времени, больше ресурсов в свои команды. Тогда и уровень будет расти, и чемпионатов, и игроков, и вин-вин-вин, то что называется. Вот это вот оставляет желать лучше. Твой пятый завершающий вопрос к тебе личный. Я его хотел тебе задать, но как раз оставил на пять. Я смотрел твои передачи, еще раз, не все, но некоторых ребят от начала до конца. Я ценю то, что ты делаешь, вот искренне ценю. Я понимаю, что это сложно. Опять же, оно конфликтует с твоим временем, с твоим личным временем, с твоими профессиональными направлениями, с футболом. Может он банальный, но я бы хотел искренне услышать тоже ответ, зачем ты это делаешь? Как в КВНе, для чего? Для кого? Зачем же это все? То, что люди, которые умеют заценить, есть, я хочу относить и отношу себя к этой категории. Это правда. Я на самом деле чрезмерно благодарен за приглашение. Мы не прощаемся, надеюсь, там еще какая-то рубрика должна быть. Для меня это была честь, и для меня это была неожиданность. Я, честно говоря, когда там смотрел предыдущие игры, интервью, я, хочешь ты этого не хочешь, всегда ты ставишь на место себя человека, который или интервьюирует, или есть собеседник. как, что бы я сделал на месте президента или премьер-министра? То же самое, та же самая аллегория. И, ну, у меня было такое желание, думаю, было бы прикольно, если Дмитрий пригласил. И тут желание исполняется, да, вот. Будьте, кстати, осторожны со своими желаниями, они имеют свойства иногда сбываться. Хорошо, что оно сбывается в нужный момент, там, на пике, есть о чем поговорить, потому что, если бы раньше я пригласил, я бы тебе меньше рассказал, не было, например, зарубежных сборов, сейчас я понимаю, что это вот, есть эмоции, которые я готов передать и так далее. Я тебе, как бы, чрезмерно благодарен. Но вопрос, зачем тебе это? Оно тебе что дает? Вот, очень хочется услышать искренний ответ. сегодня, я не знаю, надо говорить или нет, сегодня утром буквально мне, мне там пишут, там, спрашивают, как дела, я говорю, ой, я сейчас, я на интервью уже вечером напишу. Не буду называть, как меня назвали. Ну, наверное, нехорошим словом. Нехорошим, да, таким подколом. Да, это, смысл передавало то, что, не надоело ли тебе еще? И зачем ты это делаешь? Этот вопрос задают очень многие, допустим, мои знакомые, мои близкие, точнее, мои близкие какие-то люди, с кем я часто общаюсь, не только с ними, семья уже знает, что я больной человек, со мной не надо общаться. Фанатик. Ну, да, 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 бесполезно. Вот, какие-то близкие, зачем тебе шестую, тебе шестую, ну, короче, много вопросов. очень все просто, чтобы я опять тут не разногольствовал сам, а, ты ответил только что, я фанатик, я фанатик футбола, я фанатик того дела, чем я занимаюсь, чем я в жизни занимаюсь, я, у меня понятие, что либо ты занимаешься, либо не занимаешься. Если ты идешь на работу, и ты плохо ее делаешь, и сидишь вот это, когда я уже пойду домой, сколько там осталось, я не понимаю, зачем в такой работе работать. Ну, когда ты еще молодой, тебе нужны деньги, ты подрабатываешь, я понимаю, когда ты уже взрослый там человек, а я считаю, там даже уже в 25, это в принципе взрослый человек, там, я, как и миллионы ребят, в 25 уже открыл свой тоже маленький, малюсенький, вот такой вот бизнес. Не сравним с твоим, конечно, но он тоже какой-то был маленький. Я считаю, 25 это тоже сложившийся парень. И когда люди проводят больше сейчас времени на любимой работе, у каждого свое, все понимаю, но я не вижу смысла, потому что отдаваться ты своему делу не будешь. Это касается всего. Я занимаюсь жизнью не так многим, и футбол, это моя жизнь. У меня, повторяю, я, вот, Саш, ты спросил, вот только вчера я шел, и видел, какой-то парень передо мной шел, а у него такая мастюха, ну, татуировка, там на ноге что-то, футбольный мяч. А я думаю, блин, ну, это же бред. Ну, без доли скромности, без доли скромности, я уже привык, а себе мнение какого-то слышать. Я считаю себя, знаешь, как говорят, топ-5 футболистов Киева, да, вот тебя там попросить назвать, а я считаю, что я в топе каком-то, киевском, любителе аматоров, который больной на футбол. Если бы был такой рейтинг, люди больные на футболе, помешаны, и чем они в жизни жертвуют ради футбола, аматорского, за который они не получают денег, а только отдают. Я бы вошел в топ, без доли скромности. Уже двоих я знаю, это один ты, один Женя, его нет. Футбол это все для меня, наш аматорский футбол. И эта программа, это для меня все, это мой, ну ты понимаешь, это ребенок твой. Только бизнес, он приносит деньги, твоя команда хотела сказать, приносит деньги, она тебе ничего не приносит, она тебе приносит эмоции. В моем случае, так как-то каретней, я тоже спонсирую, это свое детище, это свой проект. Ну, наверное, получаю эмоции. Наверное. Не скажу, что всегда приятные, потому что разные ситуации уже здесь бывают, и все, что связано с программой. Но я, это для меня наркотик. Я получаю, во-первых, само удовольствие, вот я получаю, наверное, с этого удовольствие общение с людьми. Я получаю кайф, без доли скромности, я не буду называть, конечно, имен, они знают об этом, с кем-то я, возможно, сегодня буквально виделся случайно. Я знаю, что для некоторых гостей, которые у меня были, мы с тобой, давай откроем карты, мы до эфира, с Сашей об этом разговаривали, обмолвились, чуть-чуть, там пару словами, я рассказал пару историй. Есть гости, которые приходят ко мне, когда я зову, и для них это, ну, просто приход, просто приход, и даже, давай, грубое очень слово, был такой один-два человека, знаете, я для себя сделал вывод, может, я ошибаюсь, как одолжение было, то есть, как бы нужно было, оказывается, мне, потому что я, ты вообще знаешь, что я не Дмитрий Соев, а я Виктор Вацко, и я зарабатываю на этом проекте очень большие деньги, и они мне делают одолжение, что они приходят сюда, топ-звезды, очень, вот эти два человека, в частности, было, они сделали мне одолжение, у меня после эфира вот такой осадочек остался, знаешь, это, возвращаясь, то, что я сказал 10 секунд назад, о том, что бывает осадок, когда ты вроде к гостю, и ты хочешь, со всей душой, да, чтобы он, я хочу рассказать о вас, ну, это не цель, а такое отношение, типа, ну, как бы все, вот такое, знаешь, мне хочется сказать, ну, как бы, да, вот, а бывают, в большинстве случаев, от этого я кайфую, очень громкое слово, когда оно как-то влияет на, жесть человека, вот, я повлиял как-то на аксон, да, какой-то фразы, ну, грубо говоря. Это интерполяция, а ты говоришь, экстраполяция, оно может повлиять в будущее, да. А это как-то влияет на гостей, они как-то на себя, знаешь, смотрят спустя время, кто-то кому-то помогает эти интервью. Я не буду называть имен, но тоже это, эти люди знают, о ком я говорю. Эти интервью, есть пару историй, которые помогли людям. Я, когда это слышу, мой, никто не верит, мой, вообще никто не слышит, уже перематываете, когда сейчас будет сборная от Саши, я кайфую. Я реально кайфую, когда то, что ты делаешь, пускай оно, оно не... Положительно влияет на судьбу людей, оно как-то помогает, влияет. Я не могу финансово, на сегодняшний день финансово, я не могу помочь людям. Если бы мне была возможность, я бы помогал людям, там, другими моментами. Я бы сегодня, там, я не знаю, ну, с тобой тяжело, я сейчас не могу, как я люблю импровизировать, что-то придумать, потому что я еще не могу, не понимаю, в какую область заткнуть свою импровизацию, кого бы я позвал. Например, ты бы там был фанатиком, я не знаю, Макаревича, группы его, да, я позвал бы, я бы пригласил, чтобы он приехал, и ты бы здесь ни хрена себе. Ну, понимаешь, о чем я говорю? Понятно, понятно. Я не могу, поэтому я пытаюсь как-то, вот, мне приятно, когда люди, людей раскрыть. Тебя знают полмира в мире твоего бизнеса. Те люди, которые тебе работают и которые посмотрят этот выпуск, я это уже где-то говорил кому-то, они тебя знают со стороны бизнеса твоего, но они не знают о тебе с футбольной части. И если они посмотрят этот выпуск, они узнают о футболе, они узнают, как ты больной командой, какой у тебя классный, какой ты сделал коллектив, они узнают тебя с другой стороны. А те, кто знают тебя с футбольной стороны, и как Саня нас возит в Египет, и как Саня нас там мотивирует, или как Манды дают, или когда мы начинаем посылать друг друга, он нас успокаивает, или как Саня на всего 2 минуты, потому что, ну его нафиг, он сейчас запорит что-то, или наоборот, он забьет там гол какой-то. Они тебя не знают с другой стороны. Они тебя не знают, как беда, ну, возможно, кто-то не знает. А сегодня тебе узнают. И сегодня история твоя. Сегодня ты рассказываешь, что есть такой Александр Куриной, который вот занимается тем, который помогает, который президент такого-то клуба и дает возможность там развиваться ребятам, играть в футбол в свое удовольствие, получать кайф и ездить на такие сумасшедшие пати, как ты нам уже сегодня рассказал. Понимаешь? Вот этот посыл, он единственный. Я повторяю, уже пятый раз за полтора года есть недоброжелатели, они есть, наверное, у всех, которые я просто один сейчас, наверное, знает точно, он смотрит иногда выпуски, недоброжелатель в этом выпуске, когда мы один на один с ним там оказались после одного события в жизни, буквально там, полгода назад. И он говорит, Дим, ну, скажи честно, ну, зачем ты это сделал? чтобы заработать бабла? Боже мой. Давайте назову, ну, просто слава, пускай будет слава. Я говорю, слава, ты сейчас, как без мата, ты шутишь? Ты шутишь? В смысле заработать бабла? Там, ну, понимаешь вообще уровень людей? Я это понимаю, ощущаю, не то слово. Такой же случай, как в жизни, надо было систему видеонаблюдения во дворе поставить. Я говорю, давайте я вам подарю. Они говорят, а зачем ты это делаешь? Ты хочешь на этом заработать? Ну, все, я говорю, все, мое предложение не актуально. Когда ты хочешь что-то подарить, все думают, что ты хочешь заработать. Я тебя очень прекрасно понимаю и чувствую, надеюсь, что я чувствую, потому что эта нить небезразличия, она либо есть, либо нет. И то, что ты вкладываешь в жизнь, то, что ты любишь, оно чувствуется. И не надо это делать для людей, которые ценят это, не ценят. Я в первую очередь желаю тебе, чтобы ты это делал для себя. А люди, которые, есть такая замечательная фраза, друзьям это не нужно, а враги все равно не поверят. Вот побольше тебе классных интервью с друзьями, которые будут ценить это, подчеркивать и быть тебе благодарны. И вот, если это, эти слова могут сказать, что это друг, то я твой друг, потому что я это чувствую, я тебе благодарен, я хочу чем-то тебе тоже обратным, скажем, а лавырды сделать что-то хорошее. Потому что такое, да, такие моменты очень важны, потому что мы в бизнесе закостенелые, мы как-то там по-своему маски одеваем, какие мы должны быть, а в душе мы совсем другие, там, дети в футбол погонять, и это надо в себе найти, признаться и любить это. И всем, чем можешь, ты должен, как бы, себя проявлять. Поэтому те люди, которые не понимают, они и не поймут, они и нам и не нужны, а остальные, просто всех призываю, как бы, искренне относиться и вкладывать свою лепту в развитие любого футбола либо другого вида спорта, который они любят. Сейчас, кстати, законопроект такой вышел, и я в нем чуть-чуть принимал участие, чтобы спонсорство футбольное, ну, не футбольное, а спортивное, оно, как в Европе, в мире, оно имело дополнительные блага, ну, то есть, какие-то там преимущества. Не то, что я хочу отмыть деньги, там, как-то там бизнес свой оптимизировать и так далее. Просто хочется на законодательном уровне не стесняться направлять финансы из расчетного счета компании туда, куда ты хочешь, потому что это твои деньги, честно, заработанные с уплаченными налогами, ЕСВ, НДСами, НДФЛами и все остальное, и ты хочешь их куда-то потратить. Закешить, как? Через дивиденды еще плати налог, не лучше ли направить на какую-то секцию борьбы, плавания, футбола и иметь какие-то там возможно льготы от налога, хотя это не сама цель, потому что хочется быть открытым и честным, поэтому надеюсь, что возможно и такие моменты они дадут импульс для развития и твоих программ, и нашего клуба, и всех, кто нас смотрит. Пятый мой удар, он всегда нестандартный. В девятку? Или в перекладе? Да. Не на правах рекламы турнира. Ответ будет правильный любой. Почему у фотоаппарата объектив круглый, а фото выходят квадратные? Мы сейчас будем про диафрагму экспозиции говорить. Ступик меня поставил. Я тут напрягся, думал какие-то вопросы. Это я за пенальти все тебе. Я понял. Этот гол как головой за два считается, или как в игре в 300 в хрестовину попал. Да. Потому что Гладиолус. Можно я отвечу? Супер. Я так сюда отвечал. Супер. Вот такая у нас серия пенальти. Сань, предлагаю тебе твою сделать сборную топ игроков. Пятерку. Так как тебе нравится футзал больше, сделаем пятерку. Но переиграю, потому что я, конечно же, хотел тебе предложить топ-5 игроков футзала в Киеве, против которых ты играл. С которыми ты играл. Но я уже знаю, что ответ будет это моя пятерка Аксо. Это лучшие мои игроки. Большой футбол, Динамо, Отрадный, это лучшие мои игроки. Поэтому мы убираем это. Мы поняли уже. Лучшие это те, кто играет у тебя в команде. Я тебе облегчаю задачу до нельзя. И мы не затронули тему большого футбола мирового, а мы его сейчас запомним. Мы большой футбол сделаем в маленький. Топ-5 игроков самых любимых твоих игроков. Только те, кто играет сейчас. Вообще, во всем мире. Вратарь и 4 любые позиции полевые. Вратарь. И почему? Вратарь я бы поставил на ворота Нойера. Почему? А он помимо того, что он классно стоит, он еще классно ногами играет. И он всегда нестандартный такой. Я его лично не знаю. Может он меня знает. Тут другая история. Но он всегда харизматичный какой-то такой необычный. Он всегда запоминается. И то, что он иногда делает какие-то там факапы и так далее, это только это не бах, это фича, как в программировании называется. Это дает ему еще дополнительные моменты. Ну, просто так, как-то по душе, что называется. Все остальные тоже многие хорошие вратаря, но я люблю эмоциональных людей. У них есть чему поучиться, что-то принять. И хочется отдать потом такой же позитивной энергетикой. Ну, вот он как-то так это все как бы проявляет у себя. Кого бы еще выпустил в поле? А Шевченко играет? Или уже завершил? Нет. Алексей Шевченко вратарь Шехтера играет. Ну, тоже ему привет передаю. Точно лайкнет на ютубе данное интервью. Из тех, кто... Я бы сейчас защиты поставил Забарнова Илью. Он, не знаю, пацан 18 лет, но он так по взрослому мыслит, к нему вопросов как бы нет. И просто я восхищаюсь. Он как защитник, он большой молодец. Мне он очень нравится по тому, что как он быстро прошел этот этап мальчик и уже в основе сборной. А можно я тебе усложню задачу и на твой ответ добавлю а уточни. Знаешь, вот есть футбольные симуляторы FIFA, ты играл как-то? Играешь, Да. Знаешь, же есть скиллы? Ну, прокачать можно, да. Какие скиллы у Забарнова? Вот ты можешь сказать? Скиллы в плане Какие сильные качества у него? Ну, во-первых, он как защитник красиво, хорошо выбирает позицию, не по годам, потому что молодые залетные, что называется, шабли, сейчас я заберу, сейчас подкат сделаю, ничего подобного. Такая какая-то мужская взрослая уверенность, которая придает такой коэффициент в защиту, там, плюс 5 точно, если денежка есть, там, прокачал его, потому что и дальше пик, такое чувство уже прокачивать некуда. Да, там, скоростные функции другие, я не знаю, молодой, наверное, бегает, но ему бегать, по сути, много не нужно. Ему надо правильно отбирать, выбирать позиции, страховать коллег и так далее. Ну вот, он, он мне очень как бы нравится. Нойер Забарни. Нойер Забарни. Так, я же играю или нет? ты тренируешь. Тренируешь. Далее, кого бы еще выпустил, 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 мне, ну, надо отметить Андрюху Ярмоленко, то, как я слежу за его карьерой. У меня, кажется, была в жизни история, где, он же в Черниговской области, а мы там в чемпионат области когда-то играли. Я помню себя молодым, и он то ли за Дискну 2, то ли что-то такое играл, и мы где-то там пересекались в Носовке или в Нежине. Я помню еще молодой, вроде там Ярмоленко, Ярмоленко, типа в Динамо прошел или не прошел, что-то такое. Вот, но то, как его складывается карьера и то, как он старается и те скилы, которые он имеет и как он их прокачивает, то есть у него скорости нету, но он за счет другого берет. Он тоже уважаю, и то, что он там для сборной делает сейчас, просто выжимает максимум, это просто настоящий капитан. Никуда без капитана в команде вообще никуда. Вот, поэтому Андрюха Ярмоленко. Есть. Кого бы я еще выделил, кого бы я еще выделил, а из своих нельзя, это надо чужих, да? Мировой уровень. Вот это у нас передача, сразу же на мировой уровень. Ну, банально называть там Роналда Месси как бы не буду, давай без них, потому что это топы, которые как бы не обсуждаются, не обсуждаются, их там любая команда как бы возьмет. Но давайте возьмем Зинченко Александра, мне нравится то, как он тоже, я люблю вот эти вот, знаешь, программирование называется в компьютерном сайте хоп-каунты, то есть прыжки, Шахтер, непонятно, Уфа, Манчестер-Сити, как, куда, зачем, кто, ну, сейчас понимаешь почему. Да, там сборный он там сейчас может чуть-чуть себя еще наладит, ожидания очень большие к человеку, но то, как он себя прокачал самостоятельно, это я люблю пахарей, которые и техничны, тут симбиоз таланта, техники, выносливости, ну, то есть он фактически идеальный футболист, ну, по росту, не знаю, он там может быть небольшого роста, но это ему не мешает, как и Месси, собственно, поэтому это тоже футболист, которым хочется восхищаться, он большой молодец, мы когда в локдаун имели неосторожность скрываться и играть в футбол, запрещено было, не дай бог, маску не оденешь, либо на полтора метра ближе подойдешь, мы в закрытых территориях, не буду палить контору, где, мы собирались играли и как-то там встретили Зинченко, то есть почему еще он, потому что он не побрезговал прийти и с пацанами, ну, не с нами, там, на соседнем полянке, он играл просто в футбол, и он не играл там стоя, там, условно, курил, там, пары дач раздавал, он играл, да, там, полсилы, потому что больше не надо, но он не побрезговал с пацанами обычными поиграть, в миньку, там, пошпилить, покатать, я тоже это заценил, и те, кто к нему приходил там сфотографироваться, никому не отказал, автографы брал, давал, вернее, без каких-либо проблем, это человеческие качества, но только плюс в карму, как минимум, большой молодец, я бы еще, четвертое, добавил бы Франческо Тотти, но он уже не играет, это мой, давай с тех, кто играет, мой любимый футболист, вот, ну, а с тех, кто играет, с тех, кто играет, с тех, кто играет, поставлю, хотя он, поставлю Женю Коноплянко, Женя, привет, то, как он играл, и то, как он сейчас, там, возраст дает свое, это понятная эволюция, но я желаю, чтобы он там дальше, как Феникс, восстал из пепла, и продолжал играть на том уровне, как он был в Днепре, но мне, что нравится, его нестандартный подход, вот эти вот, то, что я чувствую важность, это, помимо футбольного матча, иметь еще эмоциональную составляющую, он всегда на юморе, дает классное интервью, классное, там, подкалывает ребят, и так далее, это очень важно, ты можешь плохо играть, но если ты душа компании, то это большой, большой, большой плюс, у нас даже в Динамо, отрадный, есть, слободянник, Серега, вот он, он может там мало играет, но он настолько душа компании, компания, команды, что он вне поля делает намного больше вещей, чем на поле, да, но, и как его оценить, вот, я этих людей люблю и ценю, потому что, они помогают всем, чем могут быть, просто понести мячи, или просто сказать, пацаны, все будет окей, не парьтесь, там, мы команда, все окей, иногда это архиважно, для того, чтобы ты не паник, особенно после какого-то там, какого-то поражения, поэтому, вот, Динамо, отрадный, есть такой у нас человек, и есть, Женя Коноплянка, который точно, классную атмосферу делает там, где он находится. Вот такая сборная будет у нас, с Нойером, и четыре украинских парня. Хорош, Хорош, Нойер записался. Саш, хочу тебе задать последний вопрос. Как ты считаешь, какие твои на сегодняшний, на сегодняшний день уже есть футбольные достижения, и какие ты себе ставишь максимальные цены, цели своей команды? Меня в офисе, у меня есть фоточки, могу прислать. Я, когда мне спрашивают, какие твои футбольные достижения, либо там косвенно, мы касаемся футбола, я всегда либо показываю, либо сам смотрю, и все понимают, на наши кубки, которые стоят. У меня там специальный шкаф есть, где уже кубки не помещаются. Там не только футбольные есть, там и другие, но они так такой антураж создают, типа, вау, ну нифига себе, ну вы крутые, вы молодцы, а мы и не знали, а что так можно было. Я считаю это очень, а есть кубки, которые очень большие, и они туда под потолок не становятся, я отдельный столик для них поставил, и там и медальки, и там мячики, и подарки, и так далее. И я считаю это достижением, потому что ты можешь быть хорошим футболистом, ты можешь играть в замечательных командах, ты можешь быть там всегда на виду, тебя хвалят, но ты никогда ничего, или ты редко что-то выигрывал, потому что выиграть там, особенно первое место, как ни крути, это всегда сложно, это надо быть лучшим, или там в каком-то чемпионате, или в каком-то блоке, как там разбивается, да, после, после каких-то предварительных турниров, но выиграть и стать лучшим среди других, это на самом деле очень такая сложная работа. И когда я смотрю на свои кубки, я так искренне радуюсь, и себя хвалю, потому что по психосоматике, по психологии надо тоже иметь эту возможность себя хвалить за то, что и меньше скромничать. Я по сути такой скромный человек, и когда ты смотришь, у тебя душа радуется, и ты думаешь, да, у меня достижения есть. То есть, как ты назвал свои примеры по поводу, мне это нравится, я этим живу, а значит, я дышу, я дышу, я значит, живу, мне это нравится. То есть, ты вкладываешь свои какие-то ресурсы в это. и надо подчеркивать их, количество эфиров, да, количество кубков, оно очень важно для того, чтобы ты сказал, да, я таки что-то достиг в жизни, значит, жизнь, кому-то помогают твои передачи, кому-то помогает там моя история, значит, жизнь прожита не зря. Значит, есть чем гордиться, есть что сыну показать. Можно с папой брать пример. Так что, я думаю, это очень важно, я бы это подчеркнул. А цели? Дальше. Цели, ну, как бы, одно дело стать чемпионом, второе дело удержать, да, не хочется останавливаться. Я вот боюсь двух вещей. Боюсь времени, ну, быстро течно, и боюсь возраста, ну, искренне, да, потому что смотришь на фотографии себя 10 лет назад, или там родители, знакомые сейчас, и ты думаешь, боже мой, я же вроде вас в памяти помнил такими там знакомых, да, сейчас вы уже там другие, вроде ж, вроде ж, немного времени прошло, на самом деле, очень много, меняются люди. И я боюсь эти два фактора, чтобы максимально, не то, чтобы успеть жить или играть, а максимально насладиться этим этапом, который Богом данный, для того, чтобы ты получал эти эмоции. Поэтому хочется максимально дольше продержаться в футболе, да, то есть на каком-то уровне там с командой, и не хочется, чтобы наш возраст влиял на то, как ты играешь, потому что, как ни крути, поджимают молодые со своими, моментами, и зачастую то, что я наблюдаю, то, что внутри команды часто обсуждается, вот как-то мы, наверное, воспитаны с уважением к старшим, и ты там никогда бы там на ты не сказал кому-то, или не дай Бог не поставил, либо там не ставил бы в ногу. то есть это как бы не то, что дедовщина, мы помним, что такое, просто есть уважение к старшим. Вот у меня оно в характере есть, оно пребывается, такое воспитание. А я смотрю, молодежь сейчас этого не ценит, это путь в никуда, потому что, как бы банально, наши родители не называли вещи, которые нам кажутся банальными, либо бабушки, дедушки, они говорят мудрые слова, их надо не слышать, их и слушать, их надо воспринимать, и такими, как и прочувствовать. И в футболе молодежь как-то то ли сепаратирует, то ли атрофируется от этого понимания, потому что умные наставники, старшие товарищи, это очень важное клише для того, чтобы для саморазвития. И чем больше ты будешь слушать, тем больше у тебя будет получаться. Поэтому цели вот такие, удержаться максимально, то есть в возрасте получать тот результат, который ты можешь, но и подольше задержалась эта эйфория футбольная, в которой я сейчас нахожусь. В моей памяти отложилось, если брать команду Аксон, о том, что мы когда-то против вас играли и проиграли, и как бы на этом все. А еще мне запомнилась цветная эмблема. Лепесточек, да? Да. Это все, что мне запомнилось. Потому что больше мы с вами не пересекались, мы ушли с федерацией футзала, но я запомнил эту команду. Не знаю почему, и за название, и за... Не знаю зачем. Просто запомнил. Я как бы ничего не знал об этой команде. Знаешь, есть команды, но как бы о них ничего не знаешь. В твоей команде уже не два года, не три, и даже не четыре, как одной из команд, которая недавно исчезла. Больше лет. И вы все есть. И самое главное, что теперь, помимо меня, я думаю, те зрители, которые посмотрят этот эфир, которые тоже о вас ничего не знали, просто знают. Давайте, это не тайна, Мини. Я вчера списывал со своим там другом, а он играет за... Точнее так. Он организатор одной из команд, против которых вы играли, кстати, буквально недавно, он рассказывал, не скажу как, что, неважно. Сейчас историю будем шерсти. Да, 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 играли, кстати, прикольно, классно играл. Вот в том числе он и такие, как он, узнают, что такое команда Аксон, благодаря этому интервью. А мы этого не знаем. Саш, мне было интересно и приятно с тобой пообщаться и познакомиться. Это без лишних... Я не всегда такое говорю. без лишней лести, а лаварды и очень душевно, приятно и без какой-то нервозности либо переживаний. я всегда перед матчем переживаю, пацаны знают, дежурная фраза, где все, они уже все смеются. Типа, опять Санек переживает и они за это любят. Я переживаю, не безразлично. Я тоже чуть переживал, потому что любой эфир, любая игра, это переживание. Если ты не переживаешь, то значит ты не живой человек. Я переживал, но ты расположил, успокоил и мне было очень приятно, что искренне интересуется помимо профессиональных и публичных футбольных моментов еще какими-то внутренними моментами. Это случается очень редко, а в моей практике никогда. Это лишь какие-то хорошие отношения между близкими людьми, которые понимают тебя только так, как они понимают. И вот так, чтобы задавать правильно вопросы или искренне пообщаться на разные темы, это надо еще уметь. То есть хороший спикер, их много, но гораздо ценится хороший интервьюер. Ты хочу отдать должное очень классный интервьюер. Спасибо. Благодарю тебе. И спасибо тебе большое. Спасибо, Санек. Это лично тебе как подарок. Я ее еще сам не видел. Я еще опоздал, потому что есть долбоебые таксисты. Надеюсь, мне, тебе, да. Футболочка сборной Украины. Там должен быть логотип Аксона. Если можешь, разверни. Это какая-то там типа фанатская футболка с твоим этим. Ничего себе! Ого, нихуя себе крутая, блядь. Ничего себе! Седьмой номер, Дима. Ничего себе! Все себе, Дима. Логотипчик где-то там должен быть. И слава Украине героям слава обязательно должна быть. Да? А где она должна? На рукавах. Ну, вон, вижу, на рукавах. Да, слава Украине героям. Сань, спасибо. Ничего себе! Чтоб ты был поближе к Аксону. Мы играем в желтых гетрах. Наш основной цвет. Это гетры, которые, как пацаны говорят, это, блядь, не дешманское. Это охуенные гетры. Потому что ты их, как бы, одел, и сразу можно играть. Потому что, что такое, ножка не скользить, я думаю, ты знаешь. Или на тренировочный процесс, либо где-то побегать, это самое... Я в шоке. Ну, я намеки не воспринимаю. Я воспринимаю все буквально. Так что, хочу тебе басяцкий подгон. Саш, спасибо большое. Ё-моё, я снова в поле чудес. Блин, капец. Я аж потерялся. Кулечек, Кулечек Аксон оригинальный. Со старым названием офиса. и как говорил великий китайский полководец Хусим, ничего страшного. Офигеть. Сегодня мой праздник. Там Крым есть и Донбасс, так что это. Что-то что-то. Там нас не обвиняли, что мы там... Кауээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры подогнал «Симон»